Напольная рифтовочная система Wedge Clamp В прошлом году на страницах нашего журнала было опубликовано несколько статей, в которых рассказывалось об особенностях напольной системы восстановления геометрии кузова автомобиля производства канадской компании Wedge Clamp Эти публикации вызвали большой резонанс читательской аудитории В редакцию обратилось очень много специалистов кузовного ремонта с просьбой дать им более подробные комментарии относительно описанного оборудования Чтобы удовлетворить их интерес, нами было принято решение подготовить данный видеосюжет в котором мы постарались детально и, что самое главное, наглядно показать функциональные возможности канадской системы Ассортиментная линейка Wedge Clamp включает анкерную, силовую и измерительную составляющие Они представлены различными видами и типами оборудования и аксессуаров К сожалению, в одном сюжете просто физически невозможно охватить всю гамму этого оборудования Поэтому мы ограничимся демонстрацией технологии работы лишь основных элементов системы Мы покажем, как применяются анкерные системы Wedge Clamp и Easy Tie Down Силовая башня Easy Roller, а также измерительная система PMS Прежде чем перейти к непосредственной демонстрации возможностей системы Давайте обратимся к концепции, в контексте которой позиционируется данное оборудование Речь идет об организации в кузовном цеху авторемонтного предприятия Универсальных многофункциональных рабочих постов На которых можно проводить все виды работ, предшествующих окраске отремонтированного автомобиля Арматурные работы, восстановление геометрии кузова поврежденного автомобиля Снятие старых и установку новых элементов Нанесение шпатлевки, грунтов и наполнителей Шлифовку подготавливаемых к окраске поверхности и так далее При этом создание на полу кузовного участка единого силового поля Посредством нескольких напольных систем Способствует комплексному и наиболее эффективному использованию пространства цеха Отсутствие необходимости в перемещении ремонтируемого автомобиля от поста к посту На которых выполняются различные работы Дает экономию временных и людских ресурсов Каждая зона ремонта универсальна И поэтому нам не важно, какой автомобиль, куда мы устанавливаем Кроме того, значительно сокращается время подготовки автомобиля К проведению исправления геометрии кузова И его фиксации на специально предназначенных для этих целей системах В тяжелых стапелях, количество которых в кузовном цеху В силу их дороговизны и больших размеров, ограничено То есть в результате процесс кузовного ремонта В буквальном смысле слова ставится на поток Создается своеобразный конвейер По которому поврежденный автомобиль проходит очень быстро На этих кадрах вы видите, как реализуется описываемая концепция В канадских бодишопах, кузовных цехах Все автомобили занимают строго определенное положение В течение всего ремонта И до покраски не двигаются с места Хочется отметить, что хорошим дополнением к напольным системам Служит мобильное подготовительное место Это новое слово в технологическом оборудовании Не только для российского, но и мирового рынка Мобильные подготовительные места можно свободно перемещать по рем-зоне Плотную подводя к месту ремонта Устанавливая на том посту, на котором в данный момент проводятся подготовительные работы Независимо от того, шлифуется ли поверхность Наносятся ли лакокрасочные материалы Или же происходит сварка С равным успехом они удалят все загрязнения воздуха Сопровождающие эти операции Поскольку обладают четырехступенчатой системой фильтрации Они не нуждаются в предварительном подогреве воздуха Потому что забирают уже теплый воздух из помещения Очищают его и снова подают на рабочее место Технология работы мобильного подготовительного места предельно проста С трех сторон происходит забор воздуха Львиная доля которого выбрасывается после фильтрации вверх Это нужно для обеспечения общей рециркуляции А определенная часть подается в надуваемый пленум Для создания необходимого потока Ну а теперь давайте посмотрим Как работают различные составляющие Напольной рихтовочной системы VEDGE CLAMP Анкерная система VEDGE CLAMP Система применяется для фиксации кузовов автомобиля При минимальных затратах времени На сборку системы и установку автомобиля Используется преимущественно для ремонта сложных повреждений Когда правку можно проводить только на вывешенном автомобиле Особенности Крепление зажимов осуществляется на рельсовых элементах Которые могут устанавливаться непосредственно на пол Или заливаться в бетон Для увеличения жесткости конструкции Применяется система продольных и поперечных балок Специальные адаптеры для автомобилей без отбортовки порогов А также для автомобилей рамной конструкции Для измерений возможно использование Как собственной измерительной системы Так и измерительных систем других производителей Загоняем автомобиль на пост Чтобы зафиксировать машину с помощью анкерной системы Нам необходимо ее вывесить Если пост не оснащен подъемником Можно воспользоваться подкатным домкратом В данном случае пост укомплектован плунжерным подъемником Что существенно повышает эффективность работы на нем Зажимы анкерной системы имеют две пары губок С насечкой для прочности закрепления Паз используется для закрепления цепи Корпус зажима очень прочный И имеет несколько усилителей Для безопасности Никогда не держите зажим снизу При неаккуратном обращении с ним Можно серьезно повредить пальцы Держите зажим только так Это легче и безопасней С помощью ударного пневмогайковерта Закрепляем зажимы за отбортовку Передние зажимы всегда закрепляйте до брызговика Закрепляем зажимы с противоположной стороны Устанавливаем поперечную трубу в специальные отверстия Для удобства выполнения операции Поддержите трубу одной рукой с внутренней стороны Вторую руку используйте как направляющую Край трубы должен лежать в одной плоскости С алюминиевой рельсой Устанавливаем клинья плоской стороной к трубе Прежде чем забивать клинья в фиксирующую поперечную трубу Мы должны определиться с тем, что мы будем делать Где и как мы будем прикладывать силовое воздействие Это очень важно с точки зрения надежности закрепления И касается только этих клинья Если нам нужно будет тянуть вперед Значит автомобиль не будет испытывать никаких изгибающих моментов И поэтому в принципе все клинья мы можем поставить Как нам хочется Снаружи или изнутри Но если мы тянем сбоку, например порог на себя То клинья с противоположной стороны Чтобы соединение не расклинилось Должны быть установлены изнутри Ближние при этом будут еще больше заклиниваться Другой вариант Если мы тянем переднюю или заднюю стойку В этом случае машина будет испытывать изгибающий момент Поэтому клинья на ближней стороне Должны быть установлены так, чтобы компенсировать его Препятствуя расклиниванию соединения Один снаружи, второй изнутри Этот же момент надо учитывать и при фиксации клиньев С противоположного борта Вставляем вторую трубу Забиваем клинья Устанавливаем опорную стойку Она двухсторонняя Если ее поставить шильдиком наружу Забивать фиксирующий клин удобнее будет правшам Если наоборот, левшам Наживляем все стойки Опускаем автомобиль Следя за тем, чтобы трубы попали точно в вилку на опорных стойках Кладем продольные трубы Фиксируем их клинями Всегда бейте молотком вниз Если бить прямо или вверх Существует возможность повреждения кузова Если мы имеем дело с боковым ударом Когда место крепления зажима смято внутрь Мы не сможем установить продольную трубу Для того, чтобы вывести зажим в рабочую плоскость Нам нужно будет воспользоваться силовым устройством Вставляем клин, фиксирующий поперечную изнутри Закрепляем в пазу зажима цепь И начинаем тянуть на себя Постоянно постукивая клин молотком Таким образом, постоянно заклинивая сочленение Мы добиваемся строго вертикального перемещения зажима То есть зажим будет двигаться по трубе Оставаясь строго перпендикулярным к ней Если клин расслабить или не подбить вовремя Сочленение потеряет свою перпендикулярность А это чревато самыми плачевными последствиями Мера правки до тех пор, пока продольная труба не займет свое место Принципиальное отличие данной системы заключается в том Что за счет комбинации клинниев и труб В основании у нас получается стальной куб Очень жесткая конструкция Намного более жесткая, чем конструкция, создаваемая четырьмя отдельными зажимами Благодаря этому в процессе правки центральная секция всегда остается в неизменном виде и не деформируется Обратите внимание на длину закладных винтов Они сделаны такими неспроста Если автомобиль имеет изгиб Вследствие общей деформации кузова Одна из стоек наверняка не ляжет вплотную на пол Останется некоторый зазор между ее основанием и рельсой Высокие болты позволяют захватить стойку, притянув которую мы автоматически избавимся от изгиба Закрепленный автомобиль готов к ремонту Силовое устройство Изи-роллер Башня имеет три подпружиненных колеса Каждый из которых поворотное При отсутствии нагрузки башня свободно катается по полу Но как только нагрузка появляется Она автоматически опускается на пол и прижимается к нему Металлическое Т-образное основание полностью ложится на пол и очень крепко фиксируется Гидроцилиндр мощностью 10 тонн с ходом поршня 250 сантиметров Располагается горизонтально и поднимается специальным подъемником Подъемный механизм достаточно прост Сделан он из нейлонового ремня Имеется специальный стопор для фиксации каретки гидроцилиндра Мы можем выбирать любую высоту От самой высокой до самой низкой Крепление башни к анкерному рельсу происходит не за одну полку шевеллера, как в большинстве систем, а за две Это значительно увеличивает прочность крепления Два элемента, упирающиеся в обе полки рельса, каждый со своей стороны Вставляются в рельс, сдвигаются и фиксируются клином К его концу крепится цепь, которой анкерится силовое устройство Все, башня жестко закреплена На цилиндре со стороны подвижного штока присутствует ролик, через который перекинута цепь Два ее конца могут крепиться на кузове автомобиля Это обеспечивает возможность прилагать силовое усилие одновременно в двух точках С выровненными значениями этого усилия В результате чего, во-первых, уменьшается суммарное усилие правки узла кузова А во-вторых, снижаются прилагаемые усилия к точкам крепления цепей на ремонтируемом кузове Среди достоинств конструкции увеличенный рабочий ход цепи В башнях Изи Роллер можно заблокировать один из концов цепи, что приведет к созданию подвижного блока В этом случае рабочий ход цепи составит полметра Максимальное усилие сократится до 5 тонн Зафиксировали нижний нерабочий конец Тянем Ход цилиндра закончился Вставляем вилку и спускаем давление Цилиндр уходит в свое первоначальное положение Теперь мы можем вытянуть цепь и зафиксировав ее продолжить справку В момент приложения усилия результирующий вектор направлен строго вниз Такое его направление обеспечивает самоцентрирование башни Относительно точки приложения усилия Педаль пневмонасоса башни Изи Роллер снабжена манометром Причем манометром специальным, заполненным технической жидкостью Что увеличивает прочность стекла Шкала проградуирована в тоннах То есть по положению стрелки жестянщик может узнать, какое усилие он прикладывает Когда опускается каретка, ни в коем случае нельзя бросать ручку Но если ее все-таки упустили, ни в коем случае не пытайтесь ее поймать Можно запросто повредить себе руки Пусть лучше каретка летит вниз Не нужно ловить ручку Среди доп. оснастки к силовым устройствам компании Wedge Clump Особо хочется выделить набор, предназначенный для передачи тягового усилия вниз Down Pull Kit Устанавливаем приспособление Клин фиксирует сразу все элементы Мы можем тянуть строго вниз Под этим углом Или под этим Анкерная система Easy Tide Down Анкерная система Easy Tide Down специально разработана для проведения краткосрочного кузовного ремонта Она идеальна для несложных операций при правке панелей, тонколистовых металлических деталей, дверных проемов и прочего Элементы системы фиксируются клиньями Поскольку система используется в основном для легкого ремонта Губки, прилегающие к лицевой стороне порога, чтобы не повреждать поверхность, выполнены гладкими На них отсутствует насечка Чтобы закрепить автомобиль с помощью ударного пневмогайковерта Устанавливаем 4 анкерных зажима на отбортовке автомобиля В специальное отверстие анкерных зажимов вставляем поперечную балку прямоугольного сечения Выставляем ее по срезу рельс Фиксируем клиньями Не забываем, что мы бьем только сверху вниз, чтобы не повредить кузов автомобиля В пазы рельс устанавливаем суппорты На них надеваем анкерную стойку На завершающем этапе на поперечную балку устанавливаем кронштейн И после совмещения анкерных стоек с балками Получившийся блок закрепляем клиньями в технологических отверстиях Если же клиренс автомобиля слишком большой, тогда кронштейн устанавливается не сверху поперечной балки, а снизу Высота закрепления у системы увеличится на величину полки кронштейна Повторяем все эти операции с другой стороны автомобиля Как видим, не нужно никаких домкратов или любых других подъемных устройств Автомобиль жестко зафиксирован Несмотря на всю свою кажущуюся легкость, по утверждению производителей, система Easy Tie Down способна выдержать усилия до 10 тонн Измерительная система PMS Технология работы измерительной системы основана на принципах симметрии В базовой комплектации она позволяет переносить в пространстве нужные нам точки неповрежденной стороны автомобиля на поврежденную Что обеспечивает проведение предельно точного восстановления геометрии кузова При этом отпадает необходимость в содержании и постоянном обновлении многочисленных баз данных по различным автомобилям Мы просто переносим интересующие нас точки с недеформированной стороны на деформированную Симметрично выставляя сместившиеся в результате аварии элементы кузова и шасси Широкие части поперечного вала переводим в одну плоскость Фиксируем поперечный вал на продольных трубах анкерной системы В любом месте, в зависимости от того, с какой частью кузова нам предстоит работать Вставляем пластиковую вставку для абсорбции удара при забивании клина Затем вставляется алюминиевый клин Отмеряем произвольный расстояние от любой контрольной точки на кузове автомобиля до вала Отмеряем это же расстояние с противоположной стороны Для определения центральной линии вытягиваем вал до упора И считываем со шкалы получившееся значение У нас получается 342 Делим его пополам, 171 После этого задвигаем вал до 171 Так мы получаем центральную линию автомобиля Вставляем в зажим до упора стойки среднего размера Они имеют несколько разметочных линий Зажим имеет аналогично расположенные линии разметки Совмещаем риски на стойке и на зажиме Теперь вся поворотная система крутится строго по центру Однако центральная ось измерительной системы Может быть немного развернута относительно центральной оси автомобиля Чтобы проверить взаимное положение осей И устранить возможный перекос Проводим следующую операцию Наклоняем стойки И промеряем расстояние от центра оголовка До контрольной точки на кузове Оно должно быть одинаковым с обеих сторон Здесь важно, чтобы оголовок был строго вертикальным Он не может быть повернут ни так, ни так При этом мерить нужно не от риски на нем А от его центральной части Потому что центральная часть Как бы мы ни крутили оголовок Всегда будет оставаться на месте В данном случае у нас получились с обеих сторон Разные расстояния Это означает, что система несколько развернута И центральная ось измерительной системы Не совпадает с центральной осью автомобиля Чтобы устранить перекос Мы делим разницу полученных с каждой стороны значений пополам И получаем то расстояние, на которое мы должны сдвинуть переклатину Освобождаем одну сторону и отодвигаем зажим Опять меряем Все ровно Стойки параллельны центральной линии автомобиля Теперь можно приступать к измерениям Для проведения измерений нам понадобится вот такой набор измерительных щупов и линеек Напоминающий колчан со стрелами На средней стойке имеется шкала, по которой двигается бегунок Ставленная в него линейка строго перпендикулярна к стойке Поэтому мы можем с максимально возможной точностью промерять любые боковые поверхности Соотнося значения, полученные на поврежденной стороне, со значениями, снятыми с неповрежденной стороны автомобиля Мы промеряем точки на подвеске и устанавливаем возможные отклонения Стойки телескопические На них имеется цветовая маркировка Для того, чтобы мы могли, не задумываясь, выдвигать на одинаковые расстояния левую и правую стойки В данном случае у нас четвертая красная риска Значит, на другой стороне мы должны выдвинуть стойку до четвертой красной риски Закрепляем поперечную перекладину Вот так она закрепляется правильно Вставляем щупы в специальные ползунки на перекладине Промеряем точки крепления крыльев Здесь у нас 446, а с другой стороны 443 Это говорит о том, что при ударе на поврежденной стороне сместилась полка крыла И нужно провести правку Перекладину нужно поднять Провести правку И снова посмотреть расположение точек Где 443, все нормально А с другой стороны имеется смещение Как бы мы ни трясли систему Она всегда будет возвращаться в исходное положение Что гарантирует точность промеров Это обусловлено теми материалами Гибкими и прочными Которые были использованы при ее производстве Примеряем внутреннее пространство кузова Мы можем, например, промерить положение петель Мы устанавливаем щупы на фиксированную точку на петле И то же самое проделываем с противоположной стороны Применяя любую другую измерительную систему Для того, чтобы проверить расположение петель Придется снимать дверь Мы можем перенести эти показания симметрично на другую сторону Мы можем промерить дверной проем Любую точку дверного проема мы промеряем И как по шаблону переносим с неповрежденной стороны на поврежденную Смотрим отклонение рулевой тяги В нашем распоряжении есть еще две стойки Длинная и короткая Короткая – телескопическая С более мелким звеном Для более мелких измерений Производимых в зоне ремонта С помощью длинной стойки Мы можем промерить в круговую Весь кузов автомобиля Включая крышу То есть можем полностью проверить симметрию кузова Применяя систему PMS во время измерений Мы легко увязываем шасси и весь кузов в единое целое Благодарим за помощь в проведении съемок Официального дилера Toyota Motor Corporation Торгово-технический центр Toyota Center Kunceva